Интересно и важно понять, что на самом деле происходит, что делают британцы, говоря о том, что это не первый и не второй раз, и что там вообще происходит внутри клуба друзей и союзников или внешних управляющих Украины. Ваша версия, Саркис. Британцы пробуют Россию на зуб. Они хотят понять, что будет делать Россия в случае, если будет реальная военная операция по оккупации Крыма. В этом их главная задача. Военная операция по оккупации Крыма? Да, они рассматривают такой вариант. Почему нет? Они рассматривают военная операция по оккупации Крыма. Подождите, Саркис, секунду. Владимир Путин только что сказал, что даже если бы мы потопили этот корабль, войны бы не было, потому что они понимают, что ее нельзя выиграть. В том-то и дело. Кто-то, вы считаете, может всерьез думать, что возможно по Крыму надо же серьезно отъезжать. Думают, Артем Григорьевич. Думают. Почему? Они же увидели, что... Основания. Основания очень простые. НАТОвская Турция много чего делала против России и не получала никакого ответа. Секунду. Вы все-таки говорите не о сбитом самолете, вы все-таки говорите о локальном эпизоде нападения на Крыму. Обо всем. Я же не говорю о том, что они рассчитывали, что будет война. Я говорю о том, как будет реагировать российское руководство. Применит оружие, не применит. Вы, Саркес, вы сказали совершенно конкретную вещь, что они проверяют реакцию на случай попытки военным путем оккупировать Крым. То есть вы исходите из того, что кто-то там может быть настолько безумен, чтобы планировать такую операцию. Абсолютно реально. Кто? Какими силами? Нет. Теми же самыми силами, объединенными силами. Я имею ввиду не только ВСУ, я имею ввиду подготовку со стороны НАТОвцев. Ну как это нереально? Ну подождите, кто будет той силы? Нет, все-таки давайте. Кстати, понимаете, недостатков таких прогнозов нет. Что вот мы собираемся напасть, они собираются напасть. При этом, с другой стороны, все говорят, что все понимают, что это нападение ни к чему не при... Ну, тут, соответственно, вопрос к вам. Как вы оцениваете вообще потенциал такой версии? Я бы не стал отрицать этой версии. Серьезно? Я бы хотел перечистить набор доводов. Позвольте, пожалуйста. Давайте, интересно. Первое. Что побудило Адольфа Гитлера напасть на Советский Союз? Казалось бы, тогда тоже размышляю. Ну, смотрите, такая огромная страна. Я прошу вас, дайте мне сейчас высказать мысль. Ну, пожалуйста. Во-первых, у нас была неудачная кампания с финнами. 1939 год. Да. Неудачная. И Адольф Гитлер сказал. Слушайте, я думал, что Советский Союз это такая великая и мощная страна с мощной армией. А кажется, они всего лишь с финнами ничего сделать не будут. Ну, бомб ядерных не было. Второе. Все правильно, я согласен с вами. У нас, ну... Если бы не было ядерных бомб, это бы все возможное было. Я бы еще поверил. У нас были заключены мирные договора, и мы слишком адекватно себя всегда ведем в отношении своих партнеров. Почему англичане поперлись в наши территориальные воды? Потому что они знают, что верховный главнокомандующий Российской Федерации адекватный человек. И что он не будет давать команду своим войскам топить их корабль. Ну, хорошо. Третье. Топить эсминец не будет, но мы-то говорим о планах. Третье. Адольф Гитлер патологически всех обманывал. Американцы тоже всех обманывают. Четвертое. По территорию своего государства, по Крыму, мы им наносить ядерный удар не будем. Безусловно. Когда Турция в открытую, член НАТО, помогает Азербайджану воевать с Арменией, членом ОДКБ, Россия занимает нейтральную позицию. И в этот момент у кого-то может возникнуть параллель с русско-финской, советско-финской войной. Что русские побоялись, они так могут подумать. Мы не побоялись, мы никого не боимся. Но они могут подумать, что мы побоялись ссориться с Турцией, что мы заняли нейтральную позицию. И теперь будет открываться военная база в Азербайджане. Турецкая, НАТОвская. И теперь еще в Каспийском море появятся НАТОвские военные корабли. И сейчас, когда они проводят военные учения, почему бы им во время учений действительно не попытаться вскрыть систему обороны Крыма, о чем и говорит президент Российской Федерации. И я закончу свою мысль. Вскрыть систему это одно. Разведка боем это одно, а попытка оккупации военным. То, чтобы не было какой-то неприятности, я не хочу озвучивать оккупацию и так далее. Самая страшная вещь, это когда мы недооцениваем противника. И когда мы на 100% уверены, что противник ни в коем случае не нападет. И коллеги с этой стороны никогда в жизни не скажут, да, мы на вас нападем 22 июня в 4 часа утра. Никто никогда о нападении заранее не предупреждает.